Здравствуйте, с вами Ольга Паршина. Циклон, который принес штормовую погоду на юг Дальнего Востока, движется по направлению к островам. И за ним происходит обвал температуры. Во Владивостоке после ливней и шквалов минус один и небольшой снег. В Хабаровске плюс один и то же осадки в основном в виде снега. А в Иркутске снег прекратится и морозы ослабеют до минус трех. В Красноярск в среду придет оттепель. Осадков тоже не ожидается. Солнечная погода с умеренными морозами ожидается на юге Западной Сибири. В Новосибирске днем минус пять, в Омске минус восемь. А на Урале в Екатеринбурге снова минус один и тоже малооблачно. На европейской территории сибирский антициклон постепенно теряет прочность своих позиций. Его пытаются подвинуть скандинавский циклон, из-за которого на русском севере сохраняется аномальная оттепель. В Архангельске в среду плюс два и мокрый снег. На Рьянмаре еще награду свыше. В Калининграде плюс шесть и пасмурно. И только на Кольском полуострове резко похолодает. В Мурманске минус восемь. Атмосферный фронт северного циклона подойдет и к центру. Пока небольшой снег ожидается только в западных районах, но в четверг он закружит по всему региону. А по Волжье остается при солнечной погоде. В Нижнем Новгороде днем минус один. В Казани около нуля, но в низовьях Волги эту идиллию нарушит южный циклон. Осадки и резкий холодный ветер от Волгограда до Кубани и Северного Кавказа. В Крыму без осадков, но и тут не выше плюс десяти. В Ростове, Дану и Луганске в дневные часы плюс три и облачно с прояснениями. В Санкт-Петербурге в среду тоже плюс три. Местами небольшие дожди с мокрым снегом. В Москве преимущественно без осадков и ноль минус два. В четверг наши улицы при Порошит снег. Погоди на завтра в студии Ирина Полякова. Здравствуйте. У меня информация прогностического центра «Метео». Дальний Восток. И после сегодняшнего разгула стихии в Приморье, завтра непогода захватит Сахалин, Курилы. Снег будет идти в центральных и северных районах Приморья, в Хабаровском крае, в Амурской области, в Еврейской автономной области. Если на Сахалине и в Хабаровском крае температура вырастет, то в Амурской области и в Приморье похолодает. В Владивостоке завтра днем не выше минус одного, но на следующей ночи минус пять, минус семь и все гололедные явления. На юге Сибири осадки завтра закончатся уже и в Иркутской области. И получится, что уже от Байкала до Урала погода без осадков, с устойчивым западным переносом воздуха, который поддерживает здесь аномально высокую температуру. Да и севернее тоже. И даже когда в четверг резко на 7-9 градусов похолодает в Венки, этого там не будет достаточно, чтобы приблизиться к норме. В Новосибирске днем в основном минус пять, ночами минус десять, это теплее положенного градуса на три на четыре. В Екатеринбурге аномалии еще значительнее, на этой неделе тенденция к ее уменьшению совсем небольшая. На европейской территории России погода тоже отстает от календаря, но в меньшей степени. А в южных районах даже холоднее положенного. И это вместе с ветром и сильными осадками. Завтра они на Кубани, на Кавказе. И температура, например, в Ростове-на-Дону, как в Архангельске. И на севере тоже много осадков, и на северо-западе не обойдется, но в средней полосе без осадков. И температура еще понизится, и уже точно не превысит нулевую отметку. А в Петербурге завтра днем плюс четыре, и дождь. В Москве, скорее всего, без осадков и минус один-три, а ночью за городом зимние минус десять. Но что касается первой стадии сугробов, на этой неделе снега немного добавится в четверг, больше в субботу. Тогда до центра европейской территории России дотянется очередной атлантический циклон. Возможно, что тогда прибавится 5-7 сантиметров снега. И сейчас о погоде. День порадовал солнцем в столице без осадков и около нуля. При этом в Москве местами гололедится, и к вечеру она только усилится. Из-за этого даже объявили желтый уровень погодной опасности. Городские службы счищают с тротуаров наледь и обрабатывают пешеходные зоны. И призывают горожан быть осторожными. Высок риск падений и травм. Ну а в сети очевидцы делятся кадрами сегодняшнего рассвета. По-настоящему красочного неба на столице их было алым. Повезло тем, кто рано встает. Ну а что погода готовит для нас дальше, узнаем у Ирины Поляковой. На связи Метеостудия. Ирина, ждем прогноз. Он зимний. Чтобы оценить зимние успехи вообще, надо иметь в виду, что сейчас уже более 90% территории страны укрыто снегом. С угробом на европейской территории пока трудно угнаться за сибирскими. Там они уже полуметровые, это в Центральной Сибири. На русской равнине максимум почти 30 сантиметров, и это в Карелии. Но то, что непогода укрыла снегом уже и Крым, и Краснодарский край, это серьезно. И температура на юге настойчивее всего, торопится к зимним показателям. Только там сейчас холоднее положенного на европейской территории России. И если в Крыму без осадков, то в Краснодарском крае, в Республиках Северного Кавказа, а еще на Нижней Волге и осадки ветер. В Армавире мокрый снег, а потом дождь, но температура пока особо повышаться не спешит. Между прочим, такие значения сегодня в Архангельске, но с завтрашнего дня все-таки там холоднее. Но ощутимо холодает пока на Кольском полуострове. Ну а в Сыктывкаре, в Иркуте, Отепель, правда, все это в сопровождении осадков. И северо-запад с мокрым снегом и дождем. Снег, мокрый снег пройдет еще в Смоленской, Тверской областях и местами в Ярославской. К ночи небольшой снег доберется вплоть до западомосковской области. Но вообще в столичном регионе, а еще южнее, восточнее, зима успокоилась под высоким давлением антициклона. Ночи морозные, до 10 градусов, а днем около нуля. В среднем получается чуть выше климатической нормы. Ну и о погоде в Петербурге и в Москве. Если в Петербурге завтра максимальная температура воздуха плюс 3, дождь, то в Москве без осадков максимум минус 1. Ну а снег ждем в четверг. Спасибо. На связи из Митя. Здравствуйте. С вами Наталья Зотова. Приморский циклон отправится на острова Дальнего Востока. Вместе с ним осадки и теплый воздух. В Южно-Сахалинске плюс 5. А на юге материковой части местами снег и похолодает. Во Владивостоке сразу на 7-8 градусов. Днем здесь минус 1. В Благовещенске минус 5. В Чите минус 11, но для нее это ослабление морозов. Потоки атлантического тепла идут в Якутию. Снегопады там продолжатся. В Мирном всего минус 12. Западный ветер поддерживает аномально высокую температуру и в Сибири. Даже в Норильске минус 4, но со снегом. А на юге без осадков. В Красноярске плюс 2. В Новосибирске минус 5. На Урале солнечно и в Екатеринбурге только 1 градус ниже нуля. На европейской части антициклон не допустит снегопада в средней полосе. Но здесь пасмурно и слегка подморозит. На северо-западе все иначе. В зоне атмосферного фронта снег или мокрый снег. И температура выше нуля. Оттепель даже в Архангельске. Но в Мурманске похолодает до минус 9. Южный циклон вызовет сильные дожди на Кубани, в горах и на Ставрополье. Мокрый снег, гололед. В Сочи плюс 11. В Крыму осадков меньше и станет на пару градусов теплее. В Петербурге днем плюс 3-5 дожди. В Москве осадки маловероятны. Ночью до минус 7, а днем минус 2. Здравствуйте. С днём прогностического центра «Метео» вас познакомлю я, Анастасия Лоренова. На европейской территории России распределение ролей в атмосфере остается неизменным. Север и северо-запад открыты для атлантических циклонов. Здесь аномально тепло и осадки почти рыва. В Архангельске завтра плюс 2, в Крыму плюс 6, но в Мурманске по холодной СМИ. В центре погода по-прежнему облачная. С прояснениями на западе местами пойдет небольшой снег, который к четвергу дойдет и до Москвы. Днем в среду 0-2. И в Поволжье около нуля. На Средней Волге погода остается солнечной, а к низовьям она портится. При Каспии накрывает южный циклон. В Астрахани плюс 5 и дождь. Но на Дону без перемен. Погода холодная и спокойная. Днем в Ростове и Луганске около 3 тепла и облачно с прояснениями. В Крыму без осадков, в Ялте до плюс 10. А на Кубани и Северном Кавказе еще один ненастный день. В Краснодаре всего плюс 4, в Сочи 12 тепла. В Петербурге в среду местами небольшие дожди с мокрым снегом плюс 3. В Москве преимущественно без осадков. Ночью мороз усилится до минус 7, днем 0-2. А к ночи падет снег и в четверг снова потеплеет. В конце недели без существенных осадков и около нуля. Сразу в трех округах России синоптики прогнозируют штормовую погоду в середине недели. Помимо приморья, как мы рассказывали, сильные осадки и шквалистый ветер, метели ожидаются в Архангельско-Властиненецком автономном округе, а также в Краснодарском крае. Для центра прогноз звучит гораздо спокойнее. Татьяна Антонова уже в студии, но ночью подмораживает уже, да? Евгений подмораживает. Ближайшей ночью до минус 8 будет. Завтра днем чуть ниже нуля. Ну что сказать, Евгений, не морозы, морозцы пока. Пусть так пока и будет. Хорошо. Ну что же, в Архангельске, в Нарьанмаре из-за Атлантического циклона удивительно, но оттепель. Аномальное тепло будет сопровождаться непогодой. Морозы до минус 8 ждем только в Мурманске. Дотянется атмосферный фронт циклона и до центра. В среду припорошит Смоленск, Брянск, ну а в четверг снег пройдет уже по всему региону. Средняя Поволжья еще наслаждается солнцем. Здесь, как видите, завтра около нуля градусов. Ну и теперь юг. Не добавит погоды оптимизма жителям Кубани, Северного Кавказа. Из-за циклона холодно, очень ветрено, ненастно. В Крыму без осадков, но максимум плюс 10. На берегах Невы, в Петербурге облачно, сыро. Днем плюс 3. В Москве преимущественно без осадков. Ночью в мегаполисе до 7 мороза, ну а днем 0, минус 2. Режим черного неба действует в эти дни во многих городах Южного Урала и Сибири. Синоптики объясняют это влиянием сибирского антициклона. Именно он создает безветренную погоду, при которой вредные примеси скапливаются в воздухе. Этот же антициклон диктует сейчас погоду и в центре. В Москве солнечно, как мы видим, сухо. А вот надолго ли, уточним у Татьяны Антоновой. Ну, честно, не хочется слякать. Евгений, снег ждем в центре уже в четверг. По расчетам, вполне обычный для конца ноября. Хорошо. Ну что же, а вот Архангельск на Рьянмар заметать будет гораздо сильнее. При этом здесь из-за атлантического циклона уверенная оттепель. Морозы до минус 8 ждем только в Мурманске. Дотянется атмосферный фронт циклона и до центра. В среду припорошит Смоленск, Брянск. А вот в четверг снег пройдет уже повсеместно. Средняя Поволжья еще наслаждается солнцем. Там, как видите, около нуля. На юге не добавит погода оптимизма жителям Кубани, а также Северного Кавказа. Из-за циклона холодно, очень ветрено, ненастно. Утепляйтесь. В Крыму без осадков, но максимум плюс 10. На берегах Невы, в Петербурге облачно сыро. Днем плюс 3. В Москве преимущественно без осадков. Ночью в мегаполисе до 7 мороза. Днем завтра 0, минус 2.